Всех приветствую, в эфире Укрывая ФТВ. Напоминаю, что наш партнер медицинский центр призма. В гостях у нас Кирилл Молчанов. Здравствуйте. Добрый день. Не могу не спросить об этой теме, которая на самом деле очень важна. Вот в этих баталиях в Верховной Раде вокруг принятия земельной реформ. Расскажите, что же там происходит вкратце. Я понимаю, насколько это сейчас везде всех спрашивают, но я думаю, тема важна и надо на нее обращать внимание, поэтому прошу. Это важно в целом для будущего Украины, потому что архи важны, горели классики. До того, что есть опыт уже там у нас открытия рынка промышленности, когда была ваучерная приватизация, сейчас мы подходим к открытию рынка земли. Не буду, наверное, долго растекаться на эту тему. Скажу лишь только то, что в том виде, в котором это выписывают слуги народа, это не даст развития никакому обрабатывающему сектору в агронаправлении. Или, по большому счету, создание продукции с добавленной стоимостью. В этом виде это консервация моделей сырьевой экономики с сохранением цикла выращивания зерна, кукурузы, рапса, сои и просто экспорта ее в необработанном виде за границу. То есть то, что есть сейчас де-факто, будет уже и до юра. Так что рассчитывать, что это привлечет какие-то инвестиции или рост экономики, наверное, нет. Это будет, в принципе, как в соседней Молдове, где рынок открыли, ничего для Молдовы, никакого триггера, никакого локомотива для экономики не стало. Ну, вот по событиям Верховной Раде, удалось ли оппозиции отстоять или задержать принятие? Ну, задержать тактически удалось, да. То есть мы видим, что, по сути, эта технология такого забрасывания поправками, она несет в себе только одну цель. Это действительно задержать от такого кавалерийского наскока, от турбо-режима, как это хотят делать «Слуги народа». Вот принятие этого решения в надежде, что там за этих два месяца, которые это будет рассматриваться, может измениться внешняя конъюнктура, может там, я не знаю, протесты там усилятся, может голоса «Слуг народа», чем дальше, тем будут таять. Ну, что произойдет, какая-то ситуация а-ля «Черный лебедь», да, и решение не будет принято. То есть, по сути, других механизмов у оппозиции нет, так как власть ее не слушает. То есть мы являемся заложником такого классического диктатуры большинства, да. И поэтому вот, если рациональные аргументы, которые, думаю, вас тут, наверное, уже каждый гость приводил, да, почему этот закон плохой, то я думаю, как раз и там это не воспринимают, соответственно, и действуют тут тактически. Как-то Марахами я жаловался, по-моему, в четверг, что если бы не эти поправки, которые там 4 тысячи с копейками, да, если бы большинство из которых фракции Бойко подавало, да, то они бы еще два месяца назад это приняли. Вот и все. То есть, если как бы не воспринимают голос меньшинства, то они будут действовать согласно регламенту путем вот, по большому счету, приторможения этого решения. Еще, наверное, важно, что Тимошенко блокировала трибуну. Да, это, кстати, очень хорошо. Мне считают, что наконец-таки мы увидели, что у нас оппозиция, она хотя и разная, но она как-то может объединиться хотя бы тактически вокруг этого решения. Поэтому даже было видно, что слуги народа не ожидали, что там же небольшая фракция Батькищина может спокойно сорвать и заблокировать ту же трибуну и ложу. Так что в этом плане, скажем, придется, наверное, учитывать мнение меньшинства в нынешней ситуации. И действительно, скажем так, нашкодить вот этим вот турборежимом они вполне могут, что и показали на прошлой неделе. То есть, там прошло, по-моему, 200 с копейками этих правок, да, ну, еще так, я думаю, до апреля может затянуться. Как вся эта баталия вокруг Земли влияет на рейтинг личного президента и слуги народа? Хороший вопрос, потому что как раз была социология на прошлой неделе. Но она вся как раз, опросы сами проводились до, до вот этого вот начала рассмотрения баталии. Поэтому и она уже зафиксировала, кроме, по-моему, одного центра Разумкова, проседание рейтинга слуги народа. Да, оно не большое, оно не критическое, но уже, скажем, превращается в тренд. Что, кстати, у остальных игроков парламентских подросли рейтинги, кроме голоса. Вот что еще показывает эта социология, что голос полностью вылетел из парламентской повестки. То есть это второе пришествие Корчака в политику, да, не увенчалось никаким успехом, как и первое. Все равно его больше тянет на концерты, чем в парламентские комитеты. И это полностью, по большому счету, ну уже поставила этот проект за один шаг до закрытия. Ну, то есть похоже на превращение в самопомощь такую? Такое, в ускоренном темпе. Самопомощь 10% своих таяли на протяжении 3-4 лет, а здесь, по сути, за полгода. То есть получается, что если в той социологии, о которой вы говорите, еще не учитывались земельная реформа, то сейчас, наверное, может быть, мы увидим какую-то и протестную активность, такую крупную. И тем самым, наверное, рейтинг продолжит еще и больше падать. В какой момент Зеленскому станет страшно, и он начнет что-то предпринимать для возвращения рейтинга? По моим наблюдениям, пока рейтинг не упадет ниже отметки 30%, они ничего делать особо не будут. Все-таки даже 37-39, что показывали ряд опросов, это все равно очень высокий показатель. Это по большому счету в три, как минимум в три раза, наверное, выше, чем у тех, кто это следом. Поэтому пока не будет критического проседания, я думаю, они ничего особо, скажем так, делать в плане работы со сообщественным мнением не собираются. Но мы же прекрасно понимаем, что на подходе продолжения так называемых непопулярных решений. Дальше же планируется все-таки додавливать рынок земли, приватизация, поднятие пенсионного возраста, опять же говорили. Трудовой кодекс. Трудовой кодекс, да, абсолютно антитрудовой, хотел сказать. Плюс бесконечно эти скандалы, которые попадают в слуги народа, то зарплаты, то переписки, то гончарук. То есть это тоже влияет на рейтинг поддержки. И по всей видимости, навряд ли они так остановятся. Вот эти министры, которые то жалуются на деньги, то квартиры покупают по миллиону. Поэтому все вместе, вполне вероятно, что к осенней черте по местным выборам может быть серьезное проседание. Что будет для этого делать Зеленский, чтобы каким-то образом поднять его? Ну, тут опять-таки же мы видим, что пока что сыграло, наверное, два фактора в плюс ему. Почему вообще так незначительно он проседает? То есть первое, это внешняя конъюнктура, в первую очередь экономическая. То есть это довольно неплохие показатели по нашим экспортным направлениям, что дали возможность удержать национальную валюту. И второе, это аномально теплая зима, соответственно, дешевые мировые цены на газ, что позволило гончарку символически даже снизить тарифы. То есть это сыграло в плюс. И второе, это, наверное, в какой-то степени позиция Российской Федерации. То есть мы видим, что они, ну, в какой-то степени подыгрывают Зеленскому, то есть, может, авансом, может, в расчете на какие-то там переговоры. То есть это и удачный обмен, да, и обмен между Украиной и Россией, там, возвращение того же Сенцова, ну, то есть людей, которые там годами сидели. Это встреча в Париже. Это какие-то попытки там все-таки развести силы. Ну, то есть, пока вот Зеленский даже небольшие, незначительные достижения, скажем так, на Восточном фронте может уже тоже подавать как свои, как свои, как свою заслугу, да. То есть с Порошенко просто не хотели разговаривать последних три года. Это вот, и это как бы еще как-то поддерживает рейтинги власти. Ну, и ряд популистических вещей, таких, например, там, снять неприкосновенность, там, проголосовать за сокращение депутатов и так далее. Ну, а все-таки есть ли реальные успехи по поводу Восточного фронта? Потому что, насколько я понимаю, до сих пор не могут договориться о следующих точках для разведения. Ну, вообще была информация вчера, что там уже и обстрелы опять усилились, и даже там, где развели уже опять заняли старые позиции и жертвы. Вот, то есть пока что это называется бег по кругу. Ну, какого-то действительно реального прогресса нет, и я думаю, ну, вот, наверное, этот год будет решающий для Зеленского в плане Донбасса. То есть очевидно понятно уже, что он будет, что он не будет делать, с чем он собирается ехать на следующую встречу в Париже или в Берлине, где она будет проходить. Наверное, она будет уже эпохальная, потому что второй раз, скажем так, просто приехать, послушать своих западных партнеров там и сказать, что мы там вот с этим не согласны. Ну, это уже, наверное, никто не допустит, то есть будет требовать от Зеленского конкретный уже план действий, да, то есть, ну, или драфт этих законопроектов там по выборам амнистии, особому статусу. Ну, чтобы был какой-то прогресс в политической части, то есть сводить все к повестке безопасности, то есть там, прекращение огня, там, обмен удерживаемых лиц, там, разведение сил, это не уровень глав государства. Это реально все можно обсуждать в Минске. Но, тем не менее, пока что даже вот по таким параметрам никакого продвижения нет. Ну, и это как раз серьезно подставляет, я думаю, переговор на позицию Зеленского. То есть, я не исключаю, что действительно ситуация такая, что он не до конца контролирует непосредственно реальное состояние отдела на линии разграничений. Тот же Кучма явно ведет какую-то двойную игру, согласованную или нет, это другой вопрос с Зеленским, но он таким выступает большому счету Ястребом. То есть, максимально затягивал в свое время формулу Штайнмайера, потом разведение, потом согласование этих населенных пунктов. Очень слабая позиция МИДа, будем откровенны. Пристайка как-то себя пока не проявил, как, скажем так, полноценный дипломат. Да, он там не говорит откровенной глупости, как Лимкен, но при этом какой-то проактивной позиции тоже практически не занимает. Вообще, в этом плане, по большому счету же, внешнее направление у Зеленского, даже глобально, не берем только факторы Донбасса, а в целом по линии Киев-Брюссель, Киев-Вашингтон, на самом деле практически все провалено. То есть, очень слабо прорабатываются визиты, да, то есть, вот был приезд Эрдогана. По большому счету, Эрдоган вытянулся, встретил все, что хотел. Да, он уколол Россию, да, там, своими заявлениями по Крыму, по Донбассу. Он получил подтверждение, что СБУ будет высылать дальше этих гюленовцев или гюленистов, да, то есть, оппонентов Эрдогана оппозицию. Вот, он сделал реверанс в сторону крымских татар, какую-то символическую, дал военную помощь для закупки своих же турецких беспилотников. Ну, то есть, по большому счету, отыграл полностью, вот опять на фоне Зеленского, свою там региональную геополитическую роль. Что с этого получило у Крыма на этой встрече, мне, например, абсолютно непонятно. То есть, реально, ну, никаких, я не знаю, инвестпроектов турецкому бизнесу Зеленский не презентовал. То есть, собственно, как бы, если была ставка на то, что они будут сюда вкладывать деньги, так, а во что вкладывать деньги? То есть, законопроект о, там, игровом бизнесе, он сырой. Аграрные направления, рынок земли, ну, никогда особо турецким бизнесменам не было интересен, но их своих земли куча. Поэтому, вот, непонятно, собственно, так же, как и визит Зеленского в Италию. Ну, кроме того, что он потребовал вернуть украинского асгвардейца, я, честно говоря, ничего не услышал, что действительно, ну, какие-то там двухсторонние отношения. То есть, масса вопросов, кто вообще его готовит к этим встречам, на самом деле. Ну, наладил отношения с Папой Римским. Ну, это приятно, наверное, для него лично. Ну, вот, но, опять-таки же, а просто у всех просить помощи, ну, это тоже, на самом деле, ставит себя в какую-то такую заискивающую позицию. Ну, там, где проседает МИД, там, наверное, усиливается МВД. И вот в этом плане интересно, какая сейчас позиция Авакова. Как вы думаете, вот в этой конфигурации власти он усилился? И вообще, ну, интересно его присутствие на некоторых международных визитах, чего та же встреча в Париже стоит и так далее, и другие многие эти моменты. То есть, какое реальное место занимает сейчас Аваков в новом правительстве? Ну, при том, что есть, скажем так, разные, есть две противоположные, по сути, версии. Одна говорит о том, что Аваков это, там, уже чуть ли не первый, да, но уже и не второй. А другие говорят, что он уже там практически на чемоданах и на выходах. То есть, Аваков все равно чужой для команды Зеленского. И, я думаю, он бы получил свою должность, точнее, сохранил только потому, что прогарантировал там проведение выборов в свое время, что его посетивно отыграло для Зеленского. То есть, такое, скажем так, за заслуги перед Зеленским он сохранился в должности. Но при этом, особенно, скажем, окружение Зеленского в виде того же, я думаю, Ермака очень бы хотелось какого-то своего человека поставить. Потому что в наших условиях МВД это такая, одна из ключевых структур, которая явно имеет больше влияния на улицу, чем тоже СБУ. Где там, вроде, и близки к Зеленскому, Баканов, но при этом ничего не могут вообще показать своей работе эффективного тоже СБУ. Поэтому желание, наверное, избавиться от Авакова есть у многих, но их останавливает два фактора. Первое, это отсутствие того, к чему это может, отсутствие понимания того, к чему это может привести, в первую очередь, на улице, да, то есть, что там, может, Аваков сразу же контролирует еще ряд этих военизированных ветеранских общественных организаций, да, то есть, не будет ли это какого-то такого управляемого хаоса и нет со стороны Офиса Президента. А с другой стороны, реально нет кандидатуры, то есть, своего человека какого-то силовика нет, а опять-таки же ставить чека непрофильного, ну, эти все назначения, честно говоря, потом проваливаются. То есть, можно утратить контроль вообще-то на МВД. То есть, пока что, наверное, хотя и со скрипом, но проще собакам договариваться, чем переходить в такую какую-то холодную войну. Ну, то есть, вот эти кадровые перестановки, о которых, там, министерские перестановки, о которых говорит Гончарук, они, как бы, пройдут точно мимо Министерства Авакова, да? Во-первых, во-первых, непонятно, когда они пройдут, потому что сейчас, я же говорил, на два месяца заблокирована работа парламента этими правками к закону о рынке земли. Соответственно, физически невозможно никого голосовать. Вот, это, кстати, на руку Гончаруку играет, который вообще ничего не хочет менять, его, в принципе, устраивает эта модель. Во-вторых, там вопросов как раз скорее будет больше к министру, я так предполагаю, экономики, да, к Милованову, возможно, к культуре в Бородянском. Ну, и еще, наверное, может быть, министерство, там, хотят разделить ветеранов и по оккупированным территориям. Вот это, наверное, ключевые, кто в зоне риска пока что. А почему именно они? Во-первых, сами их руководители очень зашкварены, да, то есть, к ним масса вопросов. То есть, Бородянский вообще не занимается культурой, он занимается только цензурой. Он штампует законопроекты, как там предстранить медиа по дезинформации, например. То есть, человек вообще не на своем месте, явно ошибся дверью. Вот, Милованов вообще, ну, просто не справляется с работой, он профнепригоден. Он же не зря говорил на этом, на этом вот, за записи аудио, что вот почему гривна укрепляется, цены не падают. То есть, ну, ладно, там, кончи руку, может, что-то не знать, он премьер. Ну, ты же профильный министр, ты же профессор по экономике, ну, вообще, ты на какой-то банальный вопрос не можешь дать ответ. Ну, есть еще, кстати, вот министр образования, который обеспал на высшее образование, неоднократно тоже попадавшие в скандалы. Там есть, с кого выбрать, кого выгнать. Министр, кстати, охраны здравоохранения, там бесконечные скандалы. А на фоне отсутствия реального пока что какого-то эффективного противостояния возможной угрозе к коронавирусу, я думаю, тоже можно, ее тоже могут поменять. А есть ли кого поставить на их место? Поставить, наверное, какого-то подобного, подобного малоизвестного, как говорят в Англии, no name person. То есть, реально ничего не изменится? Так, очень сложно, что изменить в МОЗе, потому что там команда супруга осталась, там надо как бы заниматься чисткой. А вообще тогда, ну, в целом, не только о МОЗе. Ну, если даже поменять лица, новые лица на еще более новые лица, то реально ли изменится хоть как-то курс экономической политики, социального развития Украины? Так, а курс остался прежний. То есть, тут же как раз проблема в том, что программа правительства, она не сильно отличается от программы предыдущего правительства. Верны заветам Гройсмана. То есть, в этом плане, ни с тем поведом, зачем было вообще менять Гройсмана на Гончаруха. Как раз подходы те же остались. Более того, сам Гончарух и хвалил кабинет Гройсмана. И говорил, что его все устраивает, кроме одного, кроме темпа. Что надо было все, что делал Гройсман, делать быстрее. Вот и все. Гройсман пешком ходил, а Гончарух на самокате. Ну вот, то есть, я думаю, скажем так, в нынешней парадигме, когда премьер Гончарух является такой в тени президента и полностью двигается в фарватере такого неолиберального продолжения на этих вот так называемых реформ, да, то есть в этой модели. То есть, это открытие рынка земли, это свободный курс гривны, это ставка на бесконечное ОВДП, на сотрудничество с МВФ, на максимальный выход государства из социального сектора. То есть, государство такой себе ночной сторож, минимизация трудовых социальных прав. Вот, пока эта философия действует, то неважно, кто там будет, хоть Гончарух, хоть Маргарова, пусть там, не знаю, там, какой-то там Нового, но он на имперсона поставит, это ни на что не повлияет. Просто как раз примат, когда вот этот вот условного курса сохраняется, да, который был заложен неоценником Гройсманом, соответственно, персонали уже играют какую-то вторичную роль. А появление политика на этой должности, я думаю, при президенте Зеленском, маловероятно. Ну, а вот эта идея с сокращением количества депутатов, как вы на нее смотрите? Честно говоря, ничего в этом плохого не вижу. В одной простой причине, что на качество работы это не повлияет никак. Да, есть там условная, там, еще советская норма о том, что один депутат, где-то, и парламент рассчитывается по принципу, что один депутат представляет 100 тысяч избирателей. Вот в Украине где-то сейчас 228 миллионов избирателей, по-моему, где-то так. Ну, в принципе, по большому счету 450 было на 91-й год, когда было население 52 миллиона. То есть их физически столько не надо. Более того, повторюсь, на качество их работы не повлияет. Плюс, ну, минимально это финансово, наверное, уменьшит затраты на обслуживание аппарата. Так а может наоборот, те, что останутся, попросят себе зарплату своих коллег? Плюс это на руку, опять-таки же, президенту, причем любому президенту и будущему. Потому что чем меньше физически ртов, тем проще договариваться о выстраивании коалиции или большинства. То есть с меньшим количеством людей надо договариваться. Так а разве это хорошо? Я сказал, это на руку любому президенту. Ну, а вот будет у нас плохой президент, который захочет всю власть на себя перетянуть? Ну, тут, кстати, не факт, что они это проголосуют, потому что там слуги народа мало голосов давали. То есть там мажоритарушки против, олигархи против. Не факт, что к осени они найдут 300 голосов, чтобы изменить конституцию. Несмотря на то, что там голосовали и другие фракции, они там с народом набрали 230 где-то. Вообще, в принципе, я думаю, это все будет очень, опять-таки же, это все надо рассматривать в такой системе подготовки к местным выборам. То есть будем смотреть, какая будет динамика, какие тренды будут по социологии. То есть как быстро будет проседать рейтинг партии власти. И, соответственно, кто будет откусывать вот эти проценты поддержки. Они же не будут в воздух улетучиться, они же кому-то будут перетекать. То есть как это отразится в базовых регионах, где голосовали в прошлом году за слуг народа. То есть на востоке и на юге Украины. То есть сейчас мы видим, на этом фланге активно начинают вести деятельность та же партия Ширия. Они там ячейки открывают, максимально используют ресурсы YouTube-каналов 2 миллиона. Мэров городов гоняют, мусора не убирают, как в Николаеве. Я думаю, что как раз очень большая вероятность, что к местным выборам пока что вне парламентской силы смогут выйти еще на арену. Понимая, что вот этот вакуум, который сейчас создается, он будет перераспределяться не только на фракции, которые в Верховной Раде. То есть мы вполне можем увидеть появление каких-то новых проектов. Так уже, скажем, как говорится, стейкхолдеры начинают запускать. То есть есть левый проект, он создается сейчас, будем смотреть, как он запустится. Да, то есть или на базе социалистов, или там СПУ. Есть идеи профсоюзного проекта, да, тоже его продвинуть. Есть сейчас на правом фланге обкатывает вариант, условно, скажем, замены фронтмена с Вакарчука на Сенцова. Вот. Если Сенцов не справится, его могут усилить той же Ланой Зеркаль. То есть как раз вот ключевые игроки начинают думать о том, в какие еще можно вкладываться или создавать и вкладываться проекты, которые не представлены в парламенте. Вот. Так что я думаю, будут региональные проекты на местные выборы, когда местные элиты, там, Харьков или Одесса будут какие-то свои выдвигать нишевые политические проекты. То есть я думаю, все будет зависеть от ситуации, действительно, как на сентябре месяц Украина выйдет, вот в каком состоянии треугольники президент парламент правительства. То есть будут ли какие-то кризисы, не будет. В общем, внешне, кстати, конъюнктура какая будет сохраняться, потому что это уже как раз будет разгар американской избирательной кампании. То есть сейчас пока вот вся это дело с импичментом провалилось, то есть к украинской тематике интерес спадет. Но я не исключаю, что после выборов, если победит Трамп, он опять усилится, да, и тут будет масса вопросов к людям, которым мы мешали жить. Кстати, в этом плане визит Помпео, который был, он же носил такой, по сути, такой очень декоративно-символический характер, да, то есть общие фразы, никакой конкретики, то есть чтобы не нарваться опять на какое-то... Ну слушайте, фразы про Крым такие много кого задели. Ну там непонятно, в какой контексте это было сказано, это же какие-то со слов участника встречи, каких-то там общественных организаций с Помпео. И тут как раз, наверное, более показательно это аудиенция епифания у Помпео, да, то есть что сам госсекретарь уделил время представителю ПЦУ. То есть что, по сути, подчеркивает о том, что проект политический в первую очередь, а не религиозный, да, и что... Там это Помпео просто очень набожный. Ну, сомневаюсь. То есть то, как он в Грецию ездил, поднимал вопросы, да, о признании Ладской церкви ПЦУ. То есть это явно говорит о том, что вся эта инициатива не столько религиозная, сколько геополитическая, наверное, даже. То есть это максимально оторвать Украину от РПЦ. Вот. И я так предполагаю, что, наверное, Помпео и дальше продолжит этим заниматься. Он уже решил даже без Варфоломея напрямую на епифане уже, вот, собственно, давить и направлять. Проблема только в том, что не понятно, что с Филаретом делать. Потому что дедушка же никак не хочет, скажем так, возвращаться в эту структуру. Он же все равно же отдельно, отдельно все пытается дальше играть в киевский патриархат. Поэтому это немного портит карты американцам, но, по всей видимости, уже не всем понятно, откуда растут ноги. Растут они как раз-таки даже не от Порошенко, который этим патронировал, а в первую очередь от Вашингтона. Ну, а все-таки можно ли говорить о том, что помимо этой линии Америка скорее устранилась от решения внутриполитических проблем в Украине? Да, она не собирается ничего решать. Во-первых, если брать так называемый американский эстеблишмент, в первую очередь, который как раз зациклен на демократов, то у них тут полный триумф. Такого засилия грантоедов или, как модно сейчас говорить, саросят в Украине, наверное, не было. Даже при Порошенко Сергей Лещенко не сидел в наблюдательном совете Украинской залезницы и не получал 400-600 тысяч гривен в месяц, а был каким-то там полуоппозиционным депутатом. А при Януковиче вообще писал блоги на «Украинскую правду». То есть это вот на карьере одного человека можно отследить вообще развитие ситуации за эти годы. Так что демократов полностью устраивает, потому что они имеют в Украине по большому счету подконтрольное правительство. Трамп устранился, так как для него украинская тема токсична, и до выборов он не будет этим заниматься вообще. Да, мы увидим просто такие ритуальные фразы о том, что там он Украину поддерживает, вот вам военная помощь на 400 миллионов в год. Вот я думаю, это останется. И я думаю, до окончания выборов ничего не поменяется в этой парадигме. Так что до, скажем так, вовлечения штатов в переговоры по Донбассу не будет, об этом уже Трамп говорил открытым текстом. Назначения нового спецпредставителя, как это просил Зеленский у Помпео, я думаю, тоже не будет. Далеко не каждый американский дипломат, надо еще и согласиться, потому что тоже очень щепетильная тема. Поэтому, думаю, нынешний статус-кво это как минимум до конца 19-го, 20-го года уже получается. Ну или же все-таки до нормандской встречи, где уже, конечно, без линии США, но как-то может случиться подвижка по тому же Донбассу, да? Ну, в какой-то степени она, тут я бы даже не говорил слово подвижка, я бы сказал, что она внесет ясность. То есть какие-то вещи станут уже очевидными, то есть на что действительно там максимум Зеленский во время своей каденции готов пойти. То есть пока что просто нет вообще никакой позиции. То есть с одной стороны, да, там Зеленский говорит о том, что надо провести ревизию Минских соглашений, там его люди, тот же Резников, в Минске говорит, что надо их переписать по каким-то там четырем или пяти пунктам. Ну, по сути, записать заново, но при этом формально он высказывает приверженность Минским соглашениям, там подписывать в коммунике. То есть долго, скажем так, водить за нос и нашим, и вашим не получится. Вот, и поэтому, скорее всего, на эту встречу действительно Зеленского в какой-то степени будут требовать предоставления вот этих вот в виде законопроектов, этих вещей, которые должна принимать Украинская Верховная Рада. А насчет выборов, ну, местных выборов на оккупированных территориях, это будет ближайшей повесткой? Я очень сомневаюсь, хотя, конечно, я думаю, всем хотелось бы, чтобы выборы прошли, конфликт был регулирован, и, скажем так, все, наступил мир, но это выглядит фантастикой. То есть я не исключаю, что Ермак, опять-таки же, они разыгрывают вот эту вот схему добрый-злой, да. То есть один, как Резников или Пристайка требуют там переписать Минск, Ермак говорит, что мы пройдем выборы. Это, как бы, ну, и такие вещи, я так понимаю, еще и избирателям посылают, чтобы этот же рейтинг не так сильно быстро падал у Зеленского. Ну, реально, это практически невозможно в этом году. То есть даже теоретически, ну, если так начинать двигаться с разведением, как это у нас было в трех пунктах, так это затянется там на 5-6 лет. Нет даже какого-то базового понимания, как эти выборы проводить, по какой системе, кто имеет право принимать участие. Так что, пока что, я думаю, это выдавание желаемого за действительное. Вот, и, скажем, и до этого точно далеко, непонятно, в принципе, уже говорю, пока комитет Верховной Рады не наработает эти свои законопроекты, вообще это все, так как говорится, пальцем в небо. Реально этот процесс можно, даже, там, говорили с коллегами неоднократно, даже если там действительно двигаться там пошагово по пути, только это затянется на 2-3 года. Вот, поэтому, как бы, пока что, я думаю, это просто направление Ермака, за которое он отвечает по переговорам, не то с Сурковым, не то с каким-то другим уже. Но, скажем так, думаю, к сожалению, мы этого не увидим в этом году. Ну, все же, надеемся, какие-то позитивные изменения будут. Спасибо большое, Кирилл, спасибо вам, наши зрители. Напоминаю, что наш партнер Медицинский центр «Призма» продолжает оставаться на наших эфирах.